Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдет о Феликсе Сбарском. Феликс Лев, вот такое двойное имя, иногда говорят Лев Феликс Сбарский, это замечательный совершенно советский художник, дизайнер, автор знаменитых визуально просто олицетворяющих собой уже для нас и оттепель, и более поздние советские эпохи, время, ставших буквально фундаментом нашего зрительного восприятия эпохи. Автор этих работ знаменитый Лев Сбарский, художник книги. Вот у меня большая монография, посвященная его жизни и творчеству. Лев Сбарский родился в семье химика в Москве в 1931 году. Скончался он в 2016 году в эмиграции в Нью-Йорке, не то чтобы в безвестности, но в одиночестве, совершенно оторванный от всей этой книжной культуры на постсоветском пространстве, которая существовала. Его заслуги сложно переоценить. Это один из самых визуально запоминающихся мастеров, работавших с книгой, начиная с 50-60-х годов. Даже самые ранние его работы уже, скажем так, стали очень значимыми. Они были крайне не похожи на то, как выглядела книга за десятилетия или два десятилетия до того, как он начал работать в полиграфии. Иллюстрировал он многие работы. Назван, кстати, он в честь двух людей. Такое сложное двойное имя. Значит, химик Карпов и Феликс Джержинский. Вот поэтому Лев Феликс. О биографии еще с Барского я скажу. Но начиналось все очень удачно. Вот такие вот черты природной, такой вот конституциональной гениальности. Когда человек все, что не делает, все выглядит оригинально. Когда человек словно видит, прозревает сквозь белый лист бумаги, сквозь переплет, прозревает готовые решения художественные, композиционные или цветовые. Когда он просто умеет делать как, он как мастер, да, в смысле ремесленном слове, да, в смысле ремесла мастер, да, умеет сделать как и знает, как это сделать. Заранее, словно бы, в результате озарения. Конечно, это не озарение. Конечно, и у его изобразительных решений, и у его рисунка есть благороднейшие корни. Происхождение этих стилистик, оно основывается и в модернизме, и в искусстве 20 века. И, конечно, какие-то вещи будут навевать вам, значит, воспоминания о рисунках импрессионистов. Будут навевать вам воспоминания о рисунках Пикассо, например, да. То есть это совершенно отчетливо 20 век вот в его таком советском изводе. Книга чрезвычайно богато иллюстрирована. Надо сказать, что благодаря Борису Мессесеру, который дружил со Сбарским, который, естественно, сохранил материалы, здесь есть даже ранее никогда не публиковавшиеся, не только богатейшая подборка книжной графики Сбарского и переплетов, обложек его работы, но и наброски, никогда раньше не публиковавшиеся, да. Значит, с мастерской, знаменитым чердаком на поварской Мессерера очень много связано в судьбе художника. Эти рисунки, они, скажем так, в советское время воспринимались неоднозначно, потому что когда из работы Сбарского вошли в моду, то есть вот самые разные книги, детская литература, книги, посвященные кино и театру, книги, посвященные городам, альбомы художественного наформлял, во-первых, это сверхминимализм. То есть одна из главных характерных черд Сбарского – это умение отсечь абсолютно всё лишнее, оставить только голую линию, элемент. Примером может служить великолепная его работа – это биография Чарли Чаплина. В советское время вышла богатая иллюстрированная книга, там очень много фотографий, там десятки страниц фото-вклейки, да. А снаружи книга должна быть оформлена как-то скромно, как-то вот достойно, да. Это, знаете ли, не какая-то комедийная вещь. Если кто знает, настоящая судьба Чарли Чаплина – это трагедия, по большому счёту, да. Может быть, со счастливым концом относительно счастливым, да, но это реально трагедия. Вот, я уж не буду вдаваться в подробности. Что делает Сбарский? На обложке у нас есть вот тот самый Чарли Чаплин в образе, да. То есть, вот тот нелепый коротышка, да, в мешковатых штанах, в котелочке, да, с тросточкой. А переплёт книги под супер-бошкой выглядит сверхваконично. Ещё раз повторюсь, там изображена только знаменитая памятная тросточка закруглённая. Всё, ни надписи, ничего. И вы знаете, настолько много сделал для мирового кинематографа Чаплин, что по одной тросточке, ещё если котелок добавить будет 100% угадывание, но даже тросточки достаточно, чтобы... Вот умение находить такие образы и гениальная смелость для того, чтобы ограничиваться ими, можно же было, нужно, наверное, написать название книги, автора, так далее, ничего подобного. То есть, вот это вот... Это, конечно, характерная черта Сбарского, которая узнаётся, очень узнаваемо. Отдельно от его работ над обложками, над дизайном книги надо оценить его графику. Графика его очень выразительна. Он мастер силуэта. Он мастер работы с линией. Несмотря на то, что на академических выставках Союза художников, начиная с 1957 года, у нас проводились эти выставки, как-то оживилась, ну, начиная, на самом деле, конечно, с послевоенных лет, со смерти Сталина с 1953 года, и, соответственно, с оттепели с 1956-1957 годов, когда это всё начало разворачиваться, да, Сбарского принимали вполне себе в штыки. Отмечалось, что его работы – это манерность, что его работы – это изыски, да, что зарывается, типа, молодой наш мастер. Ну, не в таких словах, но вот всё это в книге обильно цитируется, это великолепная совершенно биографическая работа. Однако вот эти вот рисунки Сбарского, они действительно сейчас, я процитировал слова Довлатова, когда сказал, что визуально ассоциируется, не просто ассоциируется, а просто тождественно эпохи оттепели. Да, действительно, вот он сумел создать такой неповторимый облик книги, что даже не зная, кто автор, я сразу могу сказать, а, да, ну, это старая советская книжка, конечно, да. Для меня она старая, поймите, что для предыдущего поколения старыми советскими книгами являлись довоенные и военные издания, да. Ну вот, то есть мы сразу чувствуем, как это выглядит, потому что он делал мастер с рядом характерных, очень выразительных примет в творчестве, да. Конечно, это даже близко не напоминает традиционную, реалистичную почти всегда советскую графику, да. Это исключительно смелые вещи. Они смелы по решению общихудожественному, да. Как вы понимаете, такие вещи, они же не требуют перевода на иностранный язык. То есть это можно показывать, это великолепный дизайн сам по себе, он совершенно не устарел. Но Сбарский умеет работать и с сюжетом, да. То есть его персонажи, его иллюстрации – это отдельная совершенно тема. В книге много этому посвящено места. Вот. Я останавливаться здесь не буду, но скажу еще об одной вещи, которая точно так же для меня стала буквально родной. Вот это все, конечно, очень связано с тем, что ты настрагируешь по детству. В детстве эти книги стояли на центральных полках, потому что тогда они были не свежекуплены, в начале-то 80-х, как вы понимаете, да. Вот. Тогда эти книги еще не успели стать, скажем так, редкостью. Еще не успели стать прошлым. Это была вот молодость моих родителей. Это было то, что происходило, значит, в 50-е, в 60-е годы. И то, о чем я обязательно должен сказать, это шрифтовые работы Сбарского. Он совершенно уникальный, оригинальный шрифтовик. Шрифты его запоминаются на всю жизнь, ничуть не хуже его ультраминималистических, значит, ультраваконичных решений дизайнерских на обложках. Вот. И шрифты его точно так же составляют совершенно потрясающий вот этот визуальный облик эпохи. Потому что шрифт – это такая штука, с которой далеко не каждый художник возьмется работать. Для того, чтобы сделать что-то новое в шрифтах, вот вы сразу узнаете эти буквы, сразу узнаете эти надписи, да, как только увидите. Потому что это легко узнаваемый стиль, который начал культивировать. Вот теперь и продолжил все 70-е заниматься, значит, этим Сбарским. Вот. Шрифт – это удивительно сложная задача. При тождестве основных элементов, да, всем предыдущим работам, то есть мы же не можем новые буквы выдумывать, надо выразить концепцию, надо выработать единый стиль, надо поиграть с интерлиняжем, с элементами буквы, с засечками, со всем остальным. Вот как обычно говорят дизайнеры, поиграть с шрифтами – это далеко не игрушки. Это сложнейший, тончайший вид искусства, да. И, конечно, как шрифтовик, Сбарский остался в нашей визуальной памяти, ну, в общем, одним из самых ярких запоминающихся образов. Вот. На мой взгляд, это так, и, в общем, автор книги об этом напрямую и пишет. Два слова о судьбе художника. Она трагична. Потому что, имея все блага выдающегося мастера книжной графики в Советском Союзе, Сбарский в 1972 году эмигрировал в Израиль. Эмигрировал, потому что зашел, видимо, в творческий тупик. Он и дальше прекрасно бы работал. Но большего сделать в рамках вот этой вот узко ограниченной госзаказом отсутствием творческой, художественной конкуренции, свободной, да, и, конечно, зацензурированной максимально, да, вы думаете, это не надо было литовать? Еще как надо было. Все обложки и все, значит, дизайнерские решения проходили литование. То есть, предварительную цензуру. В ее гнусном и абсолютно, значит, таком вот, самом, что и на есть, грубом облике, да, эту самую предварительную цензуру. И вот Сбарский уезжает в Израиль, а затем в США. И с 1972 года он живет в эмиграции. Там он оказался вычеркнут из художественной жизни СССР. Естественно, там он оказался в изоляции от всех своих возможностей и работ, да. И это не могло не сказаться на его дальнейшей судьбе. Вот его старость была печальна, об этом многое сказано. Но я хочу сказать о другом. Каковы ни были бы личные обстоятельства художника, в эпоху своего расцвета он сделал невероятное. Он реально нам подарил тот облик советского времени, который мы с вами помним. Всю эту легкость, всю эту стройность, выраженную в линии, в шрифте, в обложке, мы видим сейчас, наблюдаем и вспоминаем с благодарностью. Вот такой Лев Сбарский. Я не был знаком с его творчеством, хотя видел, наверное, половину его работ своими собственными глазами. Я просто всю жизнь провел в библиотеках, а там книги Сбарского, извините, стояли везде. И я легко их узнал на этих страницах. И могу со всей ответственностью вам сказать, это очень полезная книга. Вот благодаря таким биографиям мы понимаем, из чего состоит наше понимание эпохи, да. Вкус времени, тот самый шум времени, о котором писал Вандельштам. Из таких вот, ну, образно говоря, визуальный шум, да. Потому что это не шум, это совершенно конкретные люди сделали конкретные открытия и смелые художественные шаги. И сейчас это можно отследить и посмотреть, проанализировать. Это страшно интересно не только специалисту, искусствоведу, или историку, или биографу, да, художников советских, а и рядовому читателю. Потому что мы на этих книгах, по большому счету, выросли. Спасибо за внимание.